Всем привет! Недавно мне подарили такой вот набор FISCARS и сегодня я намерен выразить о нем свое мнение. Поставляется он вот в такой вот коробочке. Внутри коробки содержится вот такая вот небольшая сумочка из нейлона на липучке. Здесь предусмотрен дополнительный карманчик Ну и начнем, пожалуй, с ножа. Так, и сперва-наперво я оторву эти наклейки, потому как они меня весьма всегда раздражают. Вот такой вот ножичек в пластиковом чехле с возможностью крепления, конечно же, на ремень и сам нож. Выглядит нож как мне кажется мягко говоря, неказисто. Ну, что ж поделаешь. Видимо, горячие финские парни из компании FISCARS считают, что именно так должна выглядеть геометрия настоящего финского ножа. Сталь здесь никак не обозначена. Написано STINLESS STEEL. Тем не менее заводская заточка ножа весьма бодренькая и нареканий не имеет. Оранжевая часть рукояти имеет такую прорезиненную структуру и нож весьма ухватистый ну, в принципе, как и все лапландские ножи. Интересной особенностью этого ножа является необычное решение разработчики снабдили ножны вот таким приспособлением для заточки режущей кромки. то есть она никак не вытаскивается предполагается, что нож автоматически затачивается при каждом вынимании его из ножа. То есть видно две пластинки из твердого металла расположены V-образным способом. По всей видимости точилка даже работает. Второй предмет это небольшой топорик имеется такой вот защитный кожух из пластика за щелочком возможность крепления на ремень очень удобный и прикольный. И третий предмет это небольшая складная пила. Интересное решение. Здесь такой вот винт откручивается прячется и также фиксируется в сложном состоянии и в разложенном. Кроме того разработчики снабдили эту пилу таким вот карабинчиком который на мой взгляд абсолютно здесь не лишний. Ну и естественно взглянув на этот набор я сразу же провел параллель с аналогичным набором от шведской фирмы Бака в комплект которого входят два предмета складная пила и также нож. этот набор я также недавно обозревал на своем канале естественно впоследствии я обязательно устрою сравнительные тесты вот двух этих наборчиков но для того чтобы посмотреть как работают эти инструменты я предлагаю отправиться на улицу вот мы очутились в таком замечательном вот мы оказались в таком замечательном лесу ну и для начала я хочу испытать топорик я считаю достаточно быстро такой топорик справился с бревном так а теперь испытаем пилу на этом же самом бревнышке также достаточно бодренько ну теперь все прекрасно видели что оба этих инструмента достаточно легко и непринужденно справились с данной задачей вот мне показалось что пила распилила бревно несколько быстрее но тем не менее у топорика есть тоже преимущество допустим в походе его можно использовать как молоток так ну теперь время испытать нож то есть в принципе вполне себе удобно сидеть можно единственное что не так плотно как хотелось бы то есть если чуть-чуть постараться то он легко достаточно выскакивает из своих ножен вгрызается в древесину он достаточно агрессивно рукоять очень удобно но это в принципе очевидно так обратным хватом тоже отлично он сидит в общем я весьма доволен инструментами Fiskars в принципе это не новость финская компания Fiskars достаточно плотно закрепилась на рынке инструментов для сада однозначно я буду пользоваться этими инструментами всем всего доброго